Ноутбуки, планшеты, принтеры, дипломы. Такие подарки в преддверии новогодних праздников получили лучшие учителя Азербайджана. Педагоги из различных уголков республики представили свои идеи в проекте под названием «Электронное образование». Его реализация в стране началась в 2010 году. Участвовать в нем может каждый, у кого есть новаторские идеи для улучшения системы образования, а именно применением в нем современных информационных технологий. Правительство Азербайджана предпринимает действенные шаги для внедрения информационно-коммуникационных технологий в сферу образования. Первую половину текущего года мы посвятили анализу электронных ресурсов. Сегодня мы уже принимаем электронные учебники. Министерство образования имеет 25 электронных ресурсов по образованию игрового формата, где ученики могут проверить свои знания. Хочу отметить, что в онлайн-обсуждениях проектов, представленных для участия в конкурсе на сайте, участвовали почти 7 тысяч преподавателей, около 2 тысяч студентов, более 5 тысяч школьников и 638 родителей. На разработку своего проекта у Севин Шмагерановой ушла всего неделя. Несмотря на столь короткий срок, ее проект был признан лучшим в своей номинации. Неординарный подход педагога-новатора принес ей первое место. Особенность моего проекта была в том, что я использовала сразу две программы на уроке. Это программа «Эллионинг» одному ученику, один компьютер и электронную доску «Прометиян Планет». Вот эта совместимость этих двух программ как раз-таки дает очень интересные и очень эмоциональные уроки. Стимул дали мои дети. Они стали рассказывать о мультфильме «Мады Каскар». Весь мой урок собран на основе этого мультфильма, там и музыка из этого мультфильма, и герой. Урок, значит, преподносит каждый из героев мультфильма. Какой-то вопрос задают или оценивают их ответы. За пять лет своего существования проект «Электронное образование» сумел завоевать популярность и здоровую конкуренцию среди учителей из различных регионов Азербайджана. В этом году к нему присоединились около полутора тысяч учителей. Лучших педагогов выбирают по стиме номинациям трех направлений. Электронные образовательные ресурсы в современной школе, интернет-технологии в обучении и создание национальных электронных учебных ресурсов. Моя работа посвящена грамматическим нормам азербайджанского литературного языка. Сейчас у детей существует проблема в грамотном произношении. Я разработал такой ресурс, который пригодится всем педагогам литературы в 10 классе. Работа построена так, что вне зависимости от числа учеников каждый будет выполнять задания на персональном компьютере. Педагоги моментально будут оценивать работы, и школьники сразу увидят свои ошибки и верные ответы. По итогам проекта «Электронное образование» 47 педагогов получили дипломы. 21 стали победителями в различных номинациях. Проект продолжится и в следующем году. Нехребанка Сумова, Руфат Олегперов, CBC.